Сдохнул мой папа тяжко. Говорив со мной, купил мне черепашку в коробке расписной. Она, конечно, славная, забавная она, но это ведь и главное. Собака мне нужна. Истории, которые знакомы практически каждому ребенку. Забавные детские приключения, дружба, отношения с родителями, проблемы и их решения. Свои стихи самарским школьникам представила Светлана Макашова, автор детских книг «Разноцветные рифмы. Рыжий дождик». Я всегда писала стихи, сколько себя помню. Но вот именно стихи для детей я пишу уже с седьмого года. Вдохновила меня моя дочка, которая была маленькой, когда с ней происходили всякие разные интересные истории. У нее были очень забавные друзья. Как-то вот за этим, за всем я наблюдала. И сами с собой рождались стихи. Много внимания автор уделяет теме экологии. Светлана работает в Центре мониторинга загрязнения окружающей среды, а еще занимается волонтерством и очень любит животных. У меня есть книжечка небольшая, там собраны стихи именно экологического плана. Работа моя связана с экологией, поэтому мне всегда хотелось детям как-то рассказать немножко и об этой области жизни. Ну тоже так немножечко креативненько, творчески. Я очень надеюсь, что ребята после прочтения стихов, после общения вот на встречу, будут немножко более бережно относиться к окружающему миру и друг к другу. На встречу с поэтом в библиотеку номер 8 пришли дети разного возраста. Они не просто слушали стихи, но и задали много вопросов. О любимых писателях, о вдохновении, о творческом пути, о стихах, которые даются легче и сложнее. Пообщаться с автором, узнать ее как человека, о ее творчестве узнать. И я думаю, что самое важное, чтобы приучить детей читать, научить их не просто смотреть мультфильмы, не быть зависимым от телевизора или, например, планшетов своих телефонов, гаджетов, а именно читать книги. И мне очень важно именно как филологу приучить младшее поколение, потому что то, что мы закладываем сейчас, в дальнейшем это будет основой для их самореализации. Встреча с автором прошла в рамках Всероссийской недели детской книги. Это одна из старейших отечественных просветительских акций, в которой регулярно участвуют самарские библиотеки. Библиотека старается каждый год принимать участие в этой акции и звать писателей и поэтов не только сами проводим мероприятия, но и со значимыми лицами, которые могут от первого лица рассказать детям про свои произведения, про своих героев. И детям это всегда очень нравится. В рамках Всероссийской недели детской книги читатели знакомятся с новинками. Литература для детей и юношества из фондов библиотек участвует в интеллектуальных творческих мероприятиях, встречаются с детскими писателями. В этом году неделя детской книги проходит под девизом «Читает семья, читает страна». Акция продлится до 31 марта. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События.